Первая тренировка. Как экзамен перед полетом. Уже в скафандрах космонавты примеряют свой корабль. Контрольная репетиция стартового дня. Альтаиры, такой позывной экипажа Союз ТМА-16М, на финишной прямой. Эта экспедиция станет самой долгой за последние два десятилетия. На орбите экипаж будет работать целый год. Я, конечно, не юноша, бледный, со взором, горячим. Я понимаю, что тяжело будет год. Но, тем не менее, мы готовы, мы это сделаем. На Байконуре космонавты под неусыпным вниманием специалистов и врачей. Каждый шаг до и после полета – этап непрерывного эксперимента. Продолжается эксперимент и для только что вернувшихся с орбиты Тарханов, экипажа Союз ТМА-14М. Уже на земле они проводят испытания своего уставшего после полугодовой невесомости организма. Нас никуда не деть от присмотра. Мы все время колпаком. И, конечно, какие-то первые эксперименты у нас начались непосредственно с наблюдения, с наблюдения за нами. И продолжается по сей день, даже вот сейчас мы сидим, на нас надета, открою тайну, определенная аппаратура. Полугодовая экспедиция экипажей всегда насыщена научными экспериментами. Каждый космонавт на МКС – будто руки ученых в среде микрокравитации. Эстафету научных изысканий на орбите космонавты передают друг другу. Космические исследования продолжительны. Наблюдательная база порой собирается годами. Это все, в общем-то, задела на перспективу, на будущее. Сейчас специалисты анализируют, как мы себя чувствуем в полете, на что сделать какие-то акценты для того, чтобы можно было поддержать космонавтов во время длительных полетов. Потом у нас вот интересный был тоже эксперимент, я считаю, очень перспективный кулоновский кристалл. Тоже он шел с определенной очередностью, потому что, как вы знаете, наши дни все они расписаны по минутам. И группа планирования, конечно, старалась, чтобы все это мы могли уместить, чтобы могли выполнить все эксперименты. А у вас сменный контейнер номер 10 для данного эксперимента. Эксперимент «Кулоновский кристалл» космонавт Елена Серова проводила несколько раз в месяц. Изучать поведение геомагнитно-заряженных частиц начали еще на станции «Мир». С тех пор ученые поражаются открытием, ведь невесомость – уникальная среда для изучения. Здесь у нас за панельным пространством, за 206-ю панелью, находится наш фантом «Матрешка», в котором на экспонировании находятся наши детекторы бабы-базиметра. Перед возвращением на Землю Елена Серова провела эксперимент «Матрешка» – влияние радиации на организм человека во время полугодового полета. Итак, фантом. Вещь уникальная. Необходимо сказать, что фантом был разработан нашими отечественными учеными, и он полностью повторяет математическую модель организма человека. Отверстия в «Матрешке» имитируют расположение органов человека. Точно определено место и уровень максимального влияния радиации на сердце, почки, легкие и даже кожу. Размещая тазиметры в определенных отверстиях, космонавт начинает исследование радиационного влияния. Вот сейчас мы с вами будем доставать, у нас был на экспонировании этот фантом, доставать наши детекторы. Находятся они в собственных чехлах. Вот такие вот чехлы. После чего мы будем считывать с помощью специального прибора, какую же дозу получил каждый орган. Первым делом испускаемого аппарата достают образцы экспериментов. Уже потом покидают капсулу космонавты. И сами, как участники уже медицинского эксперимента, попадают в руки врачей. Пока одни сдают вахту, другие принимают. Экипаж космического корабля «Союз ТМА-16М» будет продолжать научные исследования, начатые на МКС до них. Гулоновский кристалл, матрешка, визир, сейнер, ураган. Однако будут у альтаиров и новые эксперименты. Например, изучение пространства вокруг станции. Чтобы взять пробы с внешней стороны иллюминаторов, российские космонавты планируют выход в открытый космос. Но это одна из задач. Она самая маленькая задача. Но тем не менее, поскольку станции летает много, и есть элементы, и есть, собственно, атмосфера у станции, хотя там и вакуум. Поэтому есть элементы топлива, всякая грязь на иллюминаторах. Мы попробуем, насколько эффективна, вот тут методика очистки, которую, значит, придумали наши инженерные земли. Есть у экипажа и особая задача – доставить на МКС копию знамени Победы. 9 мая, в день 70-летия Победы, космонавты поздравят всех землян с великим праздником. Копию знамени сделали на родине Циолковского в Калуге. Те, кто причастен к выполнению этого задания, относились к нему очень трепетно, с волнением и с надеждой, что это знамя, которое будет находиться на борту МКС, которое увидит весь мир, чтобы оно стало символом Победы и символом мира. Астронавт НАСА Скотт Келли и российский космонавт Михаил Корниенко станут участниками уникальной международной миссии. В российской космонавтике годовая экспедиция не в новинку. Есть и рекордсмен, космонавт, врач Валерий Поляков, который 20 лет назад провел на станции «Мир» 437 суток. А вот для американского космического агентства этот годовой полет имеет большое значение. Астронавт НАСА Скотт Келли впервые отправится в космос на 12 месяцев. Келли выбрали не случайно. Его брат-близнец Марк тоже астронавт. Возьмет роль контрольной группы на Земле. Когда Марк был в космосе, ученые исследовали его организм как раз с прицелом для будущего сравнения. Мой брат будет участвовать в этом эксперименте. Ученые будут сравнивать двух близнецов, одного на Земле, другого на орбите. На всем протяжении полета русскому и американцу придется взаимодействовать. Несколько экспериментов для НАСА проведет Михаил Корниенко, а часть экспериментов для российской науки – Скотт Келли. Командир Альтаиров Геннадий Падалко вернется в сентябре, а годовую экспедицию будут встречать на Земле весной 2016-го. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова